Здравствуйте пользователи YouTube и будущие подписчики моего канала. Это мое первое видео в качестве обзорщика какой-либо техники. Сама идея ведения своего видеоблога появилась в связи с тем, что я достаточно часто заказываю различные гаджеты и использую их в поседневной жизни. Хотел бы поделиться опытом использования с различными людьми и рассказать о плюсах и минусах различных устройств. Надеюсь, что вам это видео понравится. Начинать хочу я с одного гаджета. Оно достаточно актуально по той простой причине, что в наше время, когда многие следят за своим здоровьем, фигуры и занимаются активным образом жизни, то вероятно почти сразу встает вопрос того, что надо отслеживать количество затраченных сил, энергии, пройденных шагов, сожженных калорий, а также вести какую-то статистику. Можно использовать для этого приложение для смартфона или какие-то еще дополнительные дорогие устройства. Но вопрос часто возникает таким образом, что смартфон имеет ощутимый вес. Его не всегда можно взять везде с собой, так как он не защищен от влаги и боится падений, а также уровень заряда этого смартфона оттает буквально на глазах при включении всех функций приложения. И не у всех есть возможность и главное желание тратить большие деньги, ведь некоторые вознимаются какой-то активностью как любители и не видят обоснованных причин в трате больших сумм денег. Поэтому разговор сегодня пойдет о доступном фитнес-браслете. И в данном обзоре будет у нас представлен фитнес-браслет шагомер от компании Xiaomi под названием Mi Band. Заказал я его для личных целей и использую в течение недели с момента заказа. Заказал по той простой причине, что давно хотел нечто подобное, а также из-за известного бренда, симпатичного дизайна и соотношения цены и качества. Поставляется гаджет в плотной картонной упаковке древесного цвета. Повредить устройство крайне трудно, если только не прыгать на самой коробке. Внутри вы найдете сам браслет, ремешок темного цвета, он идет по стандарту, по умолчанию, можно заказать разных цветов, а также зарядное устройство. Будет еще какая-то документация на китайском языке. Вот, в принципе, и весь комплект поставки. Верхняя часть браслета выполнена из алюминия, приятного на ощупь. Основа же гаджета выполнена из матового темного пластика. Сам гаджет защищен по стандарту IP67, то есть не боится воды, но в деле я, к сожалению, не проверял. Температивный режим работы составляет от минус 20 градусов до плюс 70. Вес самого шагомера, без ремешка, составляет 5 грамм. Набор также доступны силиконовые ремешки различных цветов, такие как салатовый, оранжевый, розовый, голубой и бирюзовый. Также имеется продажа и ремешок, выполненный из кожи. Другие можно будет купить отдельно. Данный гаджет умеет считать пройденные шаги, затраченные калории и пройденный путь. Имеет функцию будильника, возможность уведомления о входящем звонке и оповещения о каких-либо событиях из приложений, которые можно задать через само приложение. Также данный гаджет умеет в случае, если вы оденете на время сна на руку, определять общую продолжительность и циклы глубокого сна. Браслет имеет свою встроенную память, и ему не обязательно быть всегда подключенным во время вашей активности. Достаточно надеть его на руку, а после уже вечером или после тренировки, а возможно через несколько дней, просто необходимо будет подключить к смартфону и приложение осуществит синхронизацию накопленных данных с браслета. Браслет работает с различными устройствами под управлением операционной системы Android, от версии 4.4, KitKat и выше, а также с iOS. Необходимым условием для работы это поддержка Bluetooth версии 4.0 и выше. Управление самим браслетом осуществляется через родное приложение, которое имеет в свободном доступе в App Store и Play Market. Имеется наличие русского языка в приложении. Сам же шагомер достаточно плотно вставляется в силиконовый ремешок, таким вот образом, из которого выпасть ему практически невозможно. Даже, скажем, невозможно вообще. Вынимается также с небольшим усилием, надавленным на заднюю часть самого браслета. Одевается на руку достаточно просто. Сейчас давайте его соберем. Браслет защёлкиваем в нужный паз. Продеваем в это ушко. И на необходимый уровень застёгиваем его до характерного щелчка. Сидит очень уверенно. И за неделю использования у меня не возникло никаких вопросов касательно удобства ношения и одевания данного браслета. Сам браслет Mi Band выполнен из алюминия и пластика. Верхняя часть его сделана из алюминия, а нижняя же часть сделана из тёмного матового пластика с нанесением лейбла Mi. На верхней алюминиевой части браслета имеются три светодиода, отражающих уровень заряда во время зарядки, а также показывающих различные уведомления из приложений. Список их можно настроить, а также во время входящего звонка и при выполнении заданной ежедневной цели по количеству пройденных шагов. Цвет индикации светодиодов для достижения поставленной цели можно задать также через приложение. Доступны четыре цвета. Это синий, оранжевый, зелёный и красный. Данный браслет находится в моём личном использовании при растяжении недели и разрядился буквально на одну треть. В интернете можно найти, что данный гаджет может работать до 30 дней. Похоже, в принципе, на правду. Заряжается данный гаджет от оригинального на вид зарядника. Выглядит он следующим образом. Зарядка осуществляется таким вот образом. Необходимо две контактные группы всунуть данное зарядное устройство за характерного щелчка и контактами всунуть, соответственно, зарядный провод. Если включить любому устройству, в данном случае я буду использовать Powerbank, в данный момент мы видим, что данный гаджет полон на две трети и происходит сейчас зарядка. Включение смартфона или планшету происходит путём включения Bluetooth в вашем устройстве и поиском браслета через поиск устройств. В моём случае устройство было обнаружено и определено как Mi Eye. Сам браслет всегда находится во включенном режиме, если, конечно, батарея в нём не разряжена. Уровень заряда также можно узнать через приложение или установить браслет в зарядное устройство. Теперь же давайте рассмотрим само приложение Mi Fit. Находится оно в свободном доступе в Google Play Маркете или App Store. Я вам покажу на примере моего телефона, работающего под управлением Android. Заходим в Play Store, в поиске вводим Mi Fit и уже сразу в первом строке у вас будет отображаться Mi Fit. Устанавливаем, что я, в принципе, сделал, как-то как использую приложение в течение недели. И открываем. При первоначальной настройке запуске потребует регистрации через аккаунт Mi.com или же указав свой электронный адрес почты. Само приложение уже сразу имеет русский язык из коробки. Ничего искать в стороне не нужно. Сам интерфейс ваконичен, красиво оформлен и интуитивно понять. На главном экране есть две вкладки. Первая – это активность, вторая – ваш сон. В каждом из них есть детальная информация о количестве пройденного пути, сожженных калорий и сделанных шагов. По вкладке «Сна» отражаются циклы глубокого и быстрого сна, а также время засыпания и пробуждения. Как считать данные этапы, не они совсем понятны, возможно, по подвижениям руки. Имеется возможность просмотра истории за весь день. Можно также сравнить историю за весь период использования браслета. По всем дням. Настройок приложения не очень много, но они достаточно интересны. Давайте их посмотрим. На главном экране настроек мы видим уровень заряда гаджета. Также показывает, когда последний раз был подключен к зарядному устройству. Заряженный меню дня назад, то есть в этом видео я уже показывал зарядку. Также в первом элементе меню мы можем сделать поиск браслета. При нажатии его активируется браслет, начинает вибрировать дважды. Дважды и, я еще раз покажу, и загорается тремя светодиодными индикаторами зеленого цвета. В втором меню можно задать цвет индикатора при достижении вашей активности. То есть, если вы задали 6000 шагов, при достижении активности будет гаджет гореть тем цветом, которым вы выберете в данной настройке. Также можно указать расположение браслета. На левой руке выносит, на правой или на шее. К сожалению, не знаю, не представляю даже, каким образом можно такой ремешок надеть на шее, но, возможно, в продаже есть какие-то еще ремешки, которые помещаются и надеваются на шее. Но я таких, к сожалению, не видел. Краметром четвертым можно разблокировать данным гаджетом свое устройство. В данном случае смартфон. Если я не ошибаюсь, по-моему, поддерживается с версией KitKat. Он называется такой вариант разблокировки Smart Lock. В следующем элементе меню можно указать до трех приложений, с которых вы будете получать уведомления на свой браслет. Во время получения уведомления браслет будет моргать всеми тремя светодиодами и дважды вибрировать. Удобно. В следующем элементе меню можно выбрать, через какое время после первого гудка при входящем звонке будет ваш гаджет вибрировать. Начиная с 3 секунд до 30 с шагом в 1 секунду. Тем самым можно сказать, что ни один звонок входящий у вас теперь будет не пропущен. На моем личном опыте теперь я держу телефон в беззвучном режиме практически всегда и при этом не пропуская никогда ни одного звонка. Вибрировать будет по истечении 3 секунд с первого момента гудка до самого окончания звонка. Следующие три параметра регулируют то, будет ли приложение оставлять в шторке уведомлений информацию о событиях, такие как различные активности, входящие звонки, уведомления в активности и о сне. А последний пункт, соответственно, это отключение от браслета и версия прошивки. Кстати, интересный факт, что браслет сам будет производить обновления и стыковые имеются в наличии через Bluetooth. На счет проверяется ли уровень текущего заряда, его достаточности для данной операции, ответить не могу. Самая интересная функция данного приложения и данного гаджета, что оно имеет будильник. Может вас будить по утрам. Казалось бы, что здесь такого? Каждый смартфон и каждый планшет имеет такую возможность. Но давайте вспомним, когда вы ставите будильник и каждый раз, когда у вас он будет, что происходит? Правильно, будильник шумит, гремит и будет всех окружающих, что порой это неприемлемо. Это может разбыть вашего ребенка, вашу жену, вашего мужа и доставляет много неудобств. А также будильник обычно звонит очень резко, тем самым вы либо вздрагиваете, либо целый день у вас идет просто наперекосяк после такого вот будильника. Как я уже говорил, данный девайс умеет различать ваш цикл сна, будь то глубокий сон или режим бодрствования. И включив функцию такую, как умный будильник, данный девайс вас будет будить за полчаса до указанного времени, что очень удобно. Самое главное, он будет сделать бесшумно, легким вибрированием на вашей руке, то есть вы просыпаетесь, вас ничто резко не будет, а также не страдают окружающие вас люди. Мега удобно. В заключение, хотел бы сказать, что на мой взгляд, данное устройство, гаджет, получилось крайне удачным, с хорошим дизайном, качественным исполнением, возможности кастомизации в виде ремешков разного цвета, а также возможности покупки отдельно кожного ремня, а также имеет интуитивное и приятное родное приложение, долгую автономную работу с его гаджета, а главное, легкое и само оно по себе недорогое. Цена на данный момент съемки видео варьируется от 15 до 20 евро. Вдумайте, 15-20 евро. И если вы хотите получить личный фитнес-браслет с важностью приятного будильника и уведомителя о событиях на вашем смартфоне, то, наверное, просто будет сложно найти что-то подобное и пройти мимо данного гаджета. Я, в свою очередь, данной покупкой крайне доволен, рекомендую его, просто к обязательной покупке всем. Мой коллега на работе уже приобрел два таких и покупкам очень рад. Заказать можно через Алиэкспресс. Ссылку на продукт и конкретно продавца, где я сам заказывал, я укажу и оставлю в описании к данному видео. Спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кстати, и самым последним моментом хотел показать, как смотрится браслет на руке. По-моему, отлично. За свои деньги так просто идеально. Всего доброго.